Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. И мне даже неудобно и стыдно смотреть в глаза моим подписчикам. Именно поэтому я не поднимаю взгляд. Сегодня я должен признаться в страшном. Я понимаю, что после этого, возможно, я потеряю всех своих подписчиков на канале. Возможно, вы будете рассказывать своим детям и внукам о том, что вы узнаете сегодня. Но я не могу молчать слишком долго. Вот это вот то, что я хочу вам сегодня рассказать, снедало и грызло меня изнутри. Стыдно, стыдно взглянуть в глаза. Поэтому я, наверное, сначала отвлекусь и устрою время почты. Книжный день. Очередные три бандероли, пришедшие с материка, но все ведь знают, что я известный культуртрегер, несущий вам разумное, доброе и вечное, читающий вам хорошие стихи разных авторов, показывающий вам интересные редкие книги. Поэтому сегодня я вскрою новую почту. Посмотрим, что прислали в маленьком заказном письме. В маленьком заказном письме лежит какая-то брошюра. Я достаю ее. Да, я сейчас нахожусь в лесу. Но выбрасывать мусор в лес я не буду и никогда так не делаю. Это брошюра доктора исторических наук Михаила Ивановича Артамонова «Происхождение славян», вышедшая в Ленинграде в 1950 году. Это стенограмма публичной лекции, прочитанной в том же году. Академик Артамонов, впоследствии академик, на время выхода этой брошюры. Он был еще профессор. Артамонов, Михаил Иванович Артамонов, один из учителей, наверное, главный учитель, Льва Николаевича Гумилева. Это точно. Вот такая вот брошюра. Артамонов «Происхождение славян». Посылка следующая. Взрезаю ножом целлофановый пакет и погружаюсь в его недра. Когда я показываю новые книги, я не стесняюсь смотреть в глаза своим подписчикам. Таким образом я оттягиваю тот момент, когда мне придется признаться в страшном. Но это не точно. Открываю посылку. Рейнер Мария Рильке. Новые стихотворения и в этом же томике новых стихотворений вторая часть. Это малая серия литературных памятников издательства «Наука», 1977 год. Кстати, я уже упомянул, что культуртрегерам быть легко и приятно или нет. Даже если и не упоминал, то сейчас скажу об этом. Культуртрегерам быть легко и приятно. Пока пролетарии грязными руками крутят гайки на заводах, я читаю хорошие стихи. Мало кто знает, что Рильке писал и на русском языке. Я вот как раз открыл стихотворение «Пожар», написанное им по-русски. Белая усадьба спала, до телега уехала в ночь, куда-то знает Бог. Домик одинок закрылся, сад шумел и шевелился, после дождя спать не мог. Парень смотрел ночи нивы, то летел не торопясь, между нами молчаливый и неоконченный рассказ. Вдруг он замолк, даль сгорела. Видя небосклон горит, парень думал, трудно жить. Почему спасения нет? Земля к небесам гладела, как бы жаждала ответ. Рейнер Мария Рильке. Новое стихотворение. Такая книга у меня есть, но я ее выписал не для себя, а для моего товарища, который не пользуется интернетом, но любит хорошую поэзию. И последняя, сегодняшняя посылочка, прилетела ко мне из города Героя Ульяновска. Тут что-то большое и тяжелое. И сейчас мы поглядим, что именно тут. Этот большой том – сборник документов о сталинских депортациях с 1928 до 1953 года. Насколько я знаю, об этой книге, вышедшей в 2005 году в Москве, сейчас предпочитают не упоминать. Потому что в ней напечатаны рассекреченные документы, в которых сказано, за какие преступления перед русским народом другие народы многонационального Советского Союза отправляли в ссылку. Иншаллах. Сталинские депортации. Документы. Москва. 2005 год. А теперь, наверное, пора признаться в страшном. Я никогда в жизни за больше, чем полвека копчение неба не делал этого, хотя мог сделать много раз. Наверное, миллиарды людей на планете, ну, по крайней мере, наверное, треть, а то и половина населения земного шара делала это. Я этого не делал никогда. Но я думаю, большинство живущих в России тоже делали это и делали не раз. Много всяких гомоцетий. А вот я не делал. Хотя мог заниматься этим свободно с 90-го года прошлого века. То есть уже 29 лет. Мне стыдно. Мне очень стыдно, что я так и не смог ни разу сделать это. Что же я не сделал? Я никогда в жизни не был в Макдональдсе и никогда в жизни не ел гамбургер. И не хочу. Санкт-Петербургский депутат Виталий Валентинович Милонов, общаясь в интернете касаемо всяческого фастфуда, написал гениальные слова, которые сейчас вы видите вот здесь вот на экране. Я никогда в жизни не ел гамбургер в Макдональдсе и никогда не съем. Это была Камчатка с Александром Петровым. А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вы тоже не едите пищу Охласа, пишите комментарии. Помните, что один раз в месяц я разыгрываю на своем канале какой-нибудь мой фотоальбом среди тех, кто сделал пожертвование, так называемые, донаты на номер карты, указаны в описании под роликом. Ну, а если вы впервые на моем канале, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра, чтобы не пропустить новые видео на канале. Нажали? Молодцы! Не пропустите! Извещения будут приходить к вам. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok